Комплекс профессиональной гигиенополости рта и его значение в профилактике стоматологических заболеваний. Это большой на самом деле комплекс, который включает в себя первое, это жалобы. Жалобы и сбор анамнеза проводятся специально у пациента. Обычно пациент нам предъявляет жалобы на неприятный запах изо рта, на наличие отложений на зубах, на измененные в цвете зубов. Зубы имеют какой-то желтоватый оттенок или невозможность доочищать зубы самостоятельно, имеется какой-то пигментированный налет или имеется зубной камень. Дальше мы проводим у пациента обязательно внешний осмотр и внутриротовый осмотр. Оценивается гигиеническое состояние полости рта с помощью индексов гигиены с применением индикаторов налета. Далее проводится обучение и коррекция мануальных навыков по уходу за полостью рта. Это называется контролируемая чистка. Регистрируется стоматологический статус пациента, прикус пациента и оцениваются факторы скопления налета. Дальше мы должны обязательно смотивировать пациента к проведению профилактических мероприятий и потом уже непосредственно сам этап профессиональной гигиены полости рта. После него мы обязательно проводим подбор индивидуальных средств гигиены для полости рта и планируем следующее посещение. Второе посещение определяем опять-таки гигиенический налет, проверяем, как пациент чистит, как мы его научили чистить зубы с применением индикаторов. Контролируем степень усвоения пациентам навыков гигиены, продолжаем курс профессиональной гигиены, если не закончились, одного дня нам не хватило. Составляем программу профилактики для данного пациента, направляем пациента к смежным специалистам, например, к ртодонту, к хирургу, к терапевту. То есть там что-то мы выявили, что-то нуждается в чём-то пациентам. И определяем кратность профессионального наблюдения за гигиеной полости рта. Жалобы, внешний осмотр. Тут нам всё понятно, мы с вами проходили это на первом курсе, как это всё делается. Гигиенические индексы, напомню я, какие существуют, это у детей индекс Фёдорова-Володкиной до 6 лет, у взрослых пациентов это упрощённый индекс гигиены полости рта ОШС Грина-Вермиллиона и индекс эффективности гигиены ПИА-ШПИ. Надлесневые зубные отложения, они выглядят вот таким вот образом. Мы видим образование зубного камня и плотный пигментированный налёт. Обычно, если это нижние зубы, это язычная поверхность нижних центральных резцов. На верхней челюсти это чаще бывает поддесневые в виде такого тёмного чёрного камня. С помощью средств для выявления зубного налёта вы помните, что мы можем использовать таблетки Динал, можем использовать таблетки Курапрокс, таблетки двойного красителя, или потом могут быть растворы, индикаторы для выявления зубного налёта. Вот так вот мы выявили у пациента, где имеется налёт, раствор красный эритрозина. Выявили налёт, показали пациенту. И далее просим пациента почистить зубы. И пациент прямо при нас, при враче, начинает проводить свою профессиональную гигиену полости рта. Дальше мы оцениваем. Мы его ещё и обучили, должны показать, должны, как это делается правильно. И далее он при нас это всё производит. Эту чистку зубов. Если что-то он не дочистил, то с помощью вот этих красителей мы увидим, мы можем наглядно пациенту показать, какие места он пропустил и какие места он не дочистил. Далее следующим этапом мы регистрируем стоматологический статус. Мы берём в руки зеркало зонт и проверяем, оцениваем состояние твёрдых тканей и слизистую вокруг каждого зуба. Дальше мы оцениваем прикус и состояние парадонта. Вот для состояния парадонта есть очень хороший аппарат, называется он Florida Probe. Эта система полностью управляется компьютером с помощью специального зонда с подвижной муфтой, зондирует парадонтальный карман и выводит нам на компьютер патологию, которая есть у данного пациента. Что он оценивает? Он оценивает здесь 7 клинических параметров. Это величину рецессии десны, то есть величину, насколько уменьшилась, опустилась десна, глубину парадонтального кармана он сразу замеряет, состояние костной ткани в области фуркации и бифуркации, подвижность зуба определяет этот зонт, определяет зубной налёт в кармане парадонтальном, кровоточимость и нагноение. Вот так вот выглядит потом эта карта обследования. Она распечатывается и выдаётся пациенту. Пациент, в принципе, сам наглядно видит, где у него есть какие-то проблемы. Ну вот чёрным цветом это более-менее. Тут ещё здоровые ткани парадонта. Вот эти вот красненькие, это кровотечение. Ну в общем, все вот тут параметры, все ссылки, они здесь вот на карте отражены. Пациент может сравнить потом свою карту обследования, допустим, в одном году и спустя три года, да, после проведения лечения. Или наоборот, после нелечения. То есть он увидит, где у него тут прибавилось, что тут убавилось, где карманы, где рецессия, где что. Вот так вот выглядит этот зонт, который погружается в парадонтальный карман и оценивается и вычерчивает вот такие вот схемы. Дальше, когда мы пациенту всё с вами показали, всё мы рассказали о его гигиеническом состоянии, мы объясняем пациенту взаимосвязь гигиены полости рта и появлением стоматологических заболеваний и вообще здоровье его организма в целом. Объясняем пациенту методы профессиональной гигиены, объясняем пациенту ожидаемые результаты, длительность, ну и соплатная клиника и стоимость данного приёма. Результатом мотивации пациента является получение информированного согласия пациента на проведение гигиенического мероприятия. То есть потом, если пациент вам согласен, то он вам должен письменно о своём согласии вам дать письменный ответ. Называется это информированное согласие пациента. Должен обязательно поставить подпись. Дальше ваш пациент согласен, и мы наступаем непосредственно к профессиональной гигиене полости рта. С чего начинаем? Начинаем с того, что все зубные ряды мы делим на участки от 3 до 16 зубов. Это называется секстанты, квадранты, или можно поделить по челюстям. Начинаем обработку с наиболее поражённого участка, где более массивные зубные отложения, там, где нам пациент жалуется, где у него есть признаки воспаления, где ему больно, где он жалуется, что у него много зубных отложений. Начинаем с этого участка. И далее постепенно все этапы профессиональной гигиены мы проводим на каждом участке. Что такое вообще профессиональная гигиена? Это комплекс мероприятий, которые устраняющих, предотвращающих развитие кариеса зубов и воспалительных заболеваний парадонта путём механического удаления с поверхности зуба над и под десневых зубных отложений. Специалистам это может быть гигиенец стоматологический, парадонтолог, ну или врач-стоматолог-терапевт. Какими способами мы можем снять зубные отложения? Первый способ это механические. Есть специальные ручные инструменты, щёточки, полиры, крючки, с помощью которых снимается зубное отложение. Есть химический способ, когда используются специальные химические препараты, сначала для размягчения зубного камня, а далее механическими ручными инструментами, щёточками или полирами этот камень удаляется. Есть аппаратный способ. Аппаратный, ультразвуковой, пескоструйный и системы вектора, то есть с помощью какого-то аппарата. И комбинированный. Мы можем проводить комбинацию аппаратного и механического, или химического и механического. Протокол. Первое, что мы делаем, мы должны обработать полость рта раствором антисептика. Дабы у нас не было вот этой вот обсеменённости во всей полости рта. Потому что взвесь всего этого налёта, она остаётся в аэрозольном облаке, который находится на расстоянии 2-3 метра от стоматологического кресла, от врача. То есть пациенты, которые сидят у нас в соседнем кресле, если это кабинет на нескольких стоматологических креслах, то есть тот пациент тоже подвергается вот этими вот микробами от другого пациента. Поэтому в кабинетах и необходимо ставить ширмы между стоматологическими установками. Обработали антисептическими препаратами. Рот сполоснули. Далее мы удаляем мягкие зубные отложения с помощью ротационной щётки с пастой. Который вставляется в механический наконечник. Мы проводим удаление мягких зубных отложений. Далее мы обрабатываем зубы препаратами для размягчения зубного камня. Это какими-то химическими препаратами. Далее мы удаляем массивные над и под десневые зубные отложения ручными инструментами. И пятое удаляем над десневые и под десневые твёрдые зубные отложения ультразвуковыми и звуковыми препаратами. В следующем этапе мы проводим полирование поверхностей корней и поверхностей корня. Далее мы удаляем пигментированный налёт с помощью пескоструйного аппарата. Далее мы полируем коронковую часть зуба с помощью паст, щётки, резиновой полиры и флоссы. В качестве антисептика полости рта мы можем обработать раствором 0,05% хлоргексидина биглюканата либо 3% раствора перекиси, протереть поверхность зубов. И вот такую антисептическую обработку полости рта мы должны проводить несколько раз за весь этап профгигиены, дабы снизить вот эту патогенную микрофлору в облаке, которое висит у нас вокруг статологического кресла. Ну, хлоргексидин мы можем использовать, я уже сказала, 0,05%, корсодил в виде полоскания, элюдрил, раствор для полоскания полости рта, фуроцелин, раствор этония, миромистин для полоскания, можем использовать гексарал антисептическим противогрибковым действием, гемостатическим, облакин, дезодорирующим действием обладает. Мы можем использовать димексид, все это вот препараты для проведения антисептической обработки полости рта. Далее, для химического метода мы можем использовать препараты для растворения камня. Все эти препараты, они состоят из кислот, органических кислот, и обладают размягчающим действием для лучшего удаления минерализованных зубных отложений. Вводится в состав соляной кислоты, йод, хлороформ, органические кислоты и красители, чтобы видеть количество нанесения данного препарата. Наносится на 60 секунд, на 60 секунд. Остатки геля снимаются ватным валиком, зубы промываются водой, и после применения геля зубной камень более быстро удаляется уже ручными инструментами или ультразвуковым скеллером. Показания к химическому методу это массивное зубное отложение, и если зубы имеют высокую степень подвижности, потому что с высокой степенью подвижности тут можно повредить ткани парадонта, приходится прикладывать чрезмерное усилие, а зуб у нас подвижен, но это не есть хорошо. Это был химический метод. Следующий метод механический. Механический – это ручной метод, когда зубные отложения снимаются с помощью ручных инструментов. Это зонды, крючки и кюретки. Для диагностики мы используем экспойлеры, это зонды. Есть просто зонды диагностические, есть зонды парадонтальные, есть зонды фуркационные. Для снятия зубных отложений скейлеры мы сейчас тоже все подробно разберем. Перидонтальный зонт. Зонт предназначен для определения состояния глубины зондируемого кармана, его топографии, контроля за результатами лечения, обнаружения поддесневых зубных отложений, определения степени рецессии десны, дефекты корня, плом, выявления скрытых кариозных полостей и ширины прикрепленной десны. Разновидность зондов очень большая. Бывают разные модификации, разные изогнутости. Вот они серповидные, штыкообразные, штыковидные, мерный зонд парадонтальный, разные зонды. Парадонтальный зонд имеет вот такие насечечки. Вот они, насечки. Каждая насечка – это как бы шкала с градацией в миллиметрах. То есть мы, заведя зонд вот в эту шкалу, мы уже определим глубину парадонтального кармана. Фуркационный зонд он выглядит в виде серпа, предназначен для работы в области фуркации корней, тоже измерение глубины кармана, измеряется тоже в миллиметрах, имеет такую же градацию, такую же шкалу. Строение парадонтологических инструментов. Инструмент устроен, состоит из трёх частей. Первая часть – это рабочая часть, на котором есть у нас непосредственно само рабочее лезвие, ручка, которую держит врач, и между ручкой и рабочей частью есть так называемая часть, на которой называется плечо. Ручка инструмента. Есть три показателя у ручки. Это диаметр, покрытие и строение ручки. Диаметр, чем больше диаметр ручки, тем меньше будет у нас врач уставать. Работа таким инструментом. Силиконовые покрытия или насечки, они предназначены для лучшего удержания инструмента, чтобы он не скользил в руках у врача. И полые ручки, такие пустые ручки, не тяжёлые. Во-первых, и утомляемость у нас туда будет меньше, и тактильную чувствительность врач будет чувствовать легче, работая с инструментом, в котором ручка полая. Стержень. Стержень – это та часть между ручкой и рабочей частью. Стержень, он имеет два участка. Это функциональное колено. Это участок от рабочей части до ручки инструмента. То есть весь стержень. Это функциональное колено. А в этом колене выделяют ещё терминальное колено. Участок от рабочей части до первого изгиба инструмента. Очень важная часть при использовании тактильной чувствительности. Стержни бывают гибкие, средней жёсткости, жёсткие и очень жёсткости. Как раз таки в зависимости от этого терминального колена. Гибкий стержень мы будем использовать для обнаружения подвесневых зубных отложений. Но удалить, если только маленькие-маленькие, тонкие зубные отложения, потому что таким стержнем просто, если будете удалять массивные зубные отложения, вы просто можете сломать такой инструмент. Лучше будет, конечно, тактильная чувствительность. Маленькие, незначительные зубные отложения снять можно. Стержень с гибкой жёсткостью мы можем удалить небольшое и среднего размера зубные отложения. Инструмент всё-таки позволяет нам хорошо ещё производить тактильную чувствительность. Жёсткий тип стержня мы будем удалять массивные зубные отложения. Тактильная чувствительность будет ниже. Ну и обнаружение зубных отложений таким инструментом будет затруднено. И очень жёсткий стержень это удаление очень плотных отложений. Тактильной чувствительности здесь практически нет. Ну и здесь приведены примеры, в каких инструментах используется данный вид стержней. Рабочая часть. Рабочая часть инструмента имеет своё строение. Во-первых, на ней имеется лицевая поверхность, боковая поверхность, режущий край, спинка и кончик. В зависимости от строения рабочей части выделяют и название этих инструментов, и их, соответственно, предназначение. Рабочая часть она предназначена для работы на поверхности зуба. Первый инструмент это скейлер. Он используется для удаления наддесневых зубных отложений и очистки межзубных промежутков. Рабочая часть наконечника скейлера имеется в поперечном сечении треугольную форму, располагается под углом 90 градусов к плечу и имеет два режущих края. Два режущих края, раз край и два края, которые сходятся в один острый кончик. Рабочими гранями, как раз таки вот этими гранями боковыми и происходит снятие зубных отложений. Не кончиком царапаем мы, а вот этими лезвиями, вот этими гранями. В поперечном сечении имеет треугольную форму, острый кончик и острая спинка. Применяем мы такой инструмент для удаления зубных отложений из межзубных промежутков широких вестибулярных и язычно-небных поверхностей. Есть скейлеры с прямым лезвием, не с изогнутым, как был там, а с прямым лезвием. Используется он в зоне прямого доступа, то есть, когда мы видим зубы непосредственно на передней группе зубов. Имеется также два режущих края, которые сходятся в один острый кончик. Вот они, режущие грани и один острый кончик. Одну лицевую поверхность и спинку. В поперечном разрезе имеет форму треугольника, даже такого языка пламени, такой заостренный треугольник, предназначен для обработки межзубных промежутков широких вестибулярных и язычно-небных поверхностей. Как работать с кейлером? Вот мы прижимаем межзубной промежуток и вот этими лезвиями, гранями от десны к краю зуба стараемся зубные отложения снять от десны к верху. Прижали лезвие грань и скоблящими движениями приводим снятие зубных отложений. Следующий инструмент это кюрета. Универсальная кюрета. В своем поперечном сечении она имеет полукруг, имеется два режущих края, два режущих края, которые переходят в закругленный кончик. Округлая спинка. Лицевая поверхность расположена под 90 градусов к терминальному колену. Существуют различные типы вот этих вот кюрет, кюрет Коламбия, Лангера, Грейси. Все эти кюреты, они зонно-специфические. Каждая кюрета, каждое лезвие заточено, загнуто под свой зуб, под свою поверхность. И существует, видите, вот такая вот шкала с разноцветной цветовой маркировкой. Эта маркировка отображается на ручке инструмента. То есть мы берем, зная, где мы будем снимать зубные отложения, берем непосредственно цвет того инструмента, где нам надо поработать. Они так и называются зонно-специфические. Ну, вот, например, зонно-специфические кюреты Грейси. Также они еще, помимо цветовой котировки, еще и названия, коды, размеров для какой, поверхности, каких зубов, какой поверхности. Ну, и надо сказать еще, что кюреты имеют закругленный кончик, и снимаем мы зубные отложения уже под десневые. Если скейлер, мы говорили, острый кончик, мы только работаем в над десневой области, то кюретка имеет закругленный кончик, и мы можем снимать под десневые зубные отложения. Движения, которые мы совершаем, они могут быть вертикальные, от корня к верху. Мы прижимаем лезвие инструмента и скоблящими движениями поднимаемся вверх, пытаемся снять зубные отложения. Это могут быть косые движения, или это могут быть такие линейные движения параллельно десне. Это же на жевательных зубах. На передней группе зубов, на резцах движений инструментов, они будут у нас в основном только косые движения. Также прижимаем лезвие и скоблящими движениями снимаем зубные отложения. Есть еще такой инструмент, как долото. Долото, оно похоже на гладилку терапевтическую, применяется для обработки относительно гладких частей корня, совершая прямолинейные скользящие движения в опекальном направлении. применяется долото для удаления зубного камня с опроксимальных поверхностей, прямое или слегка изогнутое плечо, один режущий край, заточенный под углом в 45 градусов. И вот такими движениями, вот они, опроксимальная поверхность, вот это черное показано, зубной камень, то есть мы к поверхности зуба прижимаем и проталкиваем междузубном промежутке этот камень, и камень у нас благополучно отлетает от поверхности зуба. Но единственное, что надо здесь обязательно фиксировать левой рукой альвеолярный отросток, дабы рука бы не соскочила, его не повредили мягкие ткани пациенту. Следующий инструмент это мотыга. Мотыга инструменты изогнут по плоскости. По отношению к ручке инструмента под углом около 100 градусов. Имеет один режущий край, заточенный под углом 45 градусов. Инструмент предназначен для удаления зубного камня с медиальной, дистальной, щечной и язычной поверхностей. Тоже такими совершаются скребящими движениями от десну к поверхности зуба. Следующий инструмент это рашпиль. Рашпиль имеет множество режущих грани на одном основании. нижняя часть рашпиля закруглена, рабочая часть расположена под углом 90-105 градусов по отношению к ручке. Предназначен такой инструмент для обширных зубных отложений путем соскабливания с поверхностей. Обширные зубные отложения. И в основном это делается на гладких поверхностях корням. Продолжение следует...